И хочу рассказать о том, как мы взяли старый движок и начали его переписывать. В общем, будет такая история. Разберемся с тем, что было вначале, когда пришла новая команда. Мы столкнулись с вот таким списком опций, как сказать, в нашем башке. Это Zen Framework, первый. В некоторых местах встречалась копипаста с проекта колес. Там был код, который отличал за марки моделей, которых никогда не было и не будет на крыше. Также собственная простойка с баз данных, MySQL, использовалась в качестве кеширующего сервера Moncached. Статика была не минифицирована. Просто как написали, так закоммитили, так оно и отдается юзеру без всяких сборщиков. 0,5 разработчиков на проект было. То есть как это, пилилась фича на колеса, потом менеджер говорил, например, сделайте эту же фичу на крыше. И в такой формулировке бывало, фичи не находили до проекта крыши. Ну, количество тестов, соответственно, было 0, потому что в то время никто тестов не писал. Да и сейчас, может быть, не все проекты, тесты пишут. Приводим дальше. Новый движок мы решили начать делать именно когда пришла эра, так сказать, мобильных приложений. То есть Google нам ясно дал понять, что нужно делать приложение. Если кто помнит, он сказал, что если не сделать мобильное приложение, то в поиске выдачи будут вас опускать в мир те, кто сделает мобильное приложение. Тогда всерьез задумывались о том, что нужно делать мобильное приложение, мобильную версию. И с того момента начали разрабатывать новый движок. Первый коммит был сделан в 2016 году, 15 октября. Первым приложением была мобильная версия. Что мы имеем под капотом на данный момент? Falcon Framework, пока сейчас версия 2. GALP в качестве сборщика, собирателя скриптов, CSS. Модульный JavaScript, который позволяет нам более понятные иметь скрипты. То есть ты сразу заходишь и понимаешь, к какой части этот скрипт относится. Редис в качестве кеширующего сервера и балансировщика импрокси, который распределяет нагрузку между несколькими бэканами. Также имеется букет из паттернов. Это репозиторий паттерн, эндитий паттерн и модульный презентер паттерн. Также стандартный MVC и Dependency Injection, который предлагает Falcon в качестве основного паттерна. Это команда «Крыша» на 2016 год. Именно так выглядит. Шесть разработчиков, один сенсировщик, один менеджер. Очень радует, что у нас сейчас так много людей. Мы можем браться за любую задачу и делать ее быстро. В общем, все хорошо. Наша культура разработки подразумевает использование код-ревью, как, наверное, на всех больших проектах. И почему-то всегда, когда приходит новичок, почти независимо от его скилла, он начинает комментировать почти каждую свою строчку. То есть сопровождать ее каким-то комментариям. То есть, несмотря на то, что комментарий уже очевиден, то есть сам код очевиден, человек все равно пишет к нему комментарии. Видимо, преодолевая какой-то психологический барьер, хочет, чтобы его поняли, но потом все проходит, он уже не пишет никаких комментариев. Ядром крыши, как и всех проектов у нас в компании, является АПИД. Извините. Вся работа с объявлениями уничтожена в этот проект, который реализует операции с объявлениями на низком уровне, такие как сейв, поиск, оказание платных услуг. Все это идет через этот проект. На крыше используют такой, как бы, хак. Если так получилось, что АПИ в данный момент не может ответить, либо отвечает кодом 500, мы повторяем GET-запрос через паузу. Благодаря этому юзер немного дольше подождет страницу, например, 2 секунды, но при этом ему отдаст валидный результат. GET-запросы, почти все GET-запросы кэшируются и сбрасывают с помощью партнера publish-subscribe. Например, мы закэшировали запрос на объявление, закэшировали его данные, но приложение, например, через приложение оказали услугу, и АПИ сбрасывает кэш уже на крыше с помощью вот этого publish-subscribe, который реализован на очереди Ravit-NQ. Идем дальше. Шаблоны кэширования. Шаблон используем в качестве шаблонизатора TRIG. Используем его стандартную кэш на файловой системе. Оп-кэш помогает тем, что нам не приходится каждый раз ходить читать на диск эти шаблоны, они один раз запишутся в память, и потом уже из памяти их берем. Сохраняем отрендерные шаблоны объявления в Redis. То есть, когда нам нужно отобразить объявление в поиске, в списке, мы формируем шаблон этот, кладем его в Redis, чтобы каждый раз не перерендерить его, что экономит кучу времени. Также кэшируем форму поиска, потому что формирование формы поиска – это очень сложная процедура. Там используется очень много параметров, всяких костылей, что вот в этом месте нужно отобразить этот параметр с таким заголовком, в другом месте даже параметр с третьим заголовком. Все это реализовано, как сейчас модно писать, в объектно-ориентированном стиле. Получается, что объект, который отвечает за форму поиска, он очень большой, жирный, созердущий внутри себя сотни объектов. Поэтому было принято решение покэшировать форму. Здесь мы видим два графика. Первый картинки графика – это среднее время ответа. Здесь имеется в виду ответ от страниц поиска. Верхний график – это верхняя граница ответа. В этом месте было добавлено еще… То есть увеличение памяти кэширования было в два раза. То есть раньше было у нас 2 гигабайта на 4 серверах. Ответ был вот такой. Потом, когда добавили еще 2 гигабайта, то есть скорость увеличилась почти на 25%. То есть на 100 миллисекунд крыша стала работать быстрее. То есть если бы все так проблемы легко решались, то было бы, конечно, хорошо. Но дальнейшее увеличение кэша ничего никак не влияет. Потому что застигло какого-то своего насыщения. Дальше уже смысла нет увеличивать. Поговорим про схему поиска. Она кажется сложной. На самом деле все просто. Приходит юзер, который решил воспользоваться крышей. Набивает на форуме поиска какие-то параметры свои. Допустим, ищет квартиру в двухкомнатном, в Алмаринском районе, с разделенцем на узлом, например. Нажимает кнопку «Поиск». Мы посылаем запрос в API, который возвращает нам айтишники объявлений. Мы по этим айтишникам ходим в Redis. За именно шаблонами этих айтишников. Если в каких-то айтишниках не нашлось, мы делаем уже тяжелый запрос в API, который возвращает нам данные по этим айтишникам. Там возвращает уже все массив, в котором хранятся все параметры объявлений. Мы из этих параметров уже рендерим шаблон и кладем в Redis. И все это повторяется. Эта схема позволила нам ускорить поиск. Очень много раз. Как вы видели в предыдущий слайб, в среднем форум поиска задается за 200. То есть не форум поиска, страница поиска за 200 миллисекунд. В лучших случаях это будет где-то 350 миллисекунд. Идем дальше. Сборка статики. Поговорим про статику. Статика у нас собирается достаточно таким большим набором скриптов. Мы называем это авианосец. У нас имеется NPM, который скачивает пакеты, указанные в пакете Gsunny для работы GALP. Затем запускается InstallBauer, который скачивает уже непосредственно библиотеки, скриптировав скриптовые или CSS какие-то, которые нужны. Затем уже для каждого аппликейшена запускается такая команда, которая в зависимости от тасков формирует те или иные скрипты. Вот, например, вот здесь показано пример тасков на мобильную версию. То есть вот эти два таска запускаются параллельно. Генерация вендор скриптов, генерация вендор CSS, затем картинки, вот здесь стили, которые мы сами написали, затем скрипты, которые сами написали, файл оконки и дебаг бар. Для того, чтобы не дублировать вот эти все таски для каждого приложения, было принято решение сделать набор тасков общий для всех приложений. И запуская их квадратными аргументами, вот, например, Mobile, Frontend, Backend, мы определяем, какие именно исходники брать для формирования этих картинок мы делили из скриптов. Микросервисы, так как сейчас модно использовать микросервисы, мы тоже их используем, то есть и находим в этом определенную выгоду. Например, есть такой сервис просмотров, в котором хранятся просмотры объявлений. То есть мы просто, когда страницу объявлений отображаем, мы шлем запрос на просмотры, получаем просмотры и сразу же делаем плюс один к этим просмотрам. Большинство микросервисов написано на GoLang, но некоторые старые, например, как вот единая авторизация, написано еще на PHP. Имеется микросервис аналитика, кто знает крышу, заходил куда, там есть такой график большой, там показана средняя цена на квартиры. Вот он один из самых первых проектов на GoLang, очень старый. Это микросервис платных услуг для того, чтобы определить, какая услуга, сколько будет стоить, для какого объявления, в каком именно районе. Как и все крупные проекты, мы используем SEO, Search Engine Optimization. Это вот код после внедрения SEO. То есть раньше, допустим, здесь был один светофор, теперь вот столько стало. Потому что теперь не нужно просто отобразить страницу, нужно ее отобразить специальным образом. Если там какой-то есть параметр, то нужно добавить такой заголовок, если есть второй параметр, то уже заголовок другой. Там продажа однокомнатных квартир в Алмалийском районе, без санузла, без регистрации, без SMS, в общем вот. Для этого написано очень много кода, и чтобы это все тащить, почти нужен отдельный программист, чтобы заниматься SEO. Но некоторые программисты боятся SEO, потому что считают это то, что это как бы что-то ненужное. Но на самом деле здесь можно проявить свою логику. Если кто-то любит программировать, мне кажется, SEO это именно то, что нужно. Потому что здесь именно нужно работать с кодом и решать какие-то нестандартные ситуации. Как может происходить деплой? Когда программист заканчивает задачу, а тестировщик потом ее протестирует, а перед этим менеджер ее поставит, все хорошо складывается, все молодцы. У тестировщика в его билде загорается кнопка деплой, он ее нажимает, там лежит просто код. Он этот код раздает. И раз в три минуты все остальные бэкенды ходят на этот бэкенд и синхронизируются с ним. С помощью Bamboo, это наш CI-менеджер, мы можем делать откаты релизов, что не может не радовать, когда что-то пошло не так, и можешь просто нажать кнопочку, откатить это, а потом уже решать проблему, что было. И это экономит очень много времени и позволяет спать спокойно. При каждом деплойе с помощью Antible делается очистка кэш-твикой, запуск синхронизации бэкендов и другие какие-то нужные джобы, чтобы не делать их руками и каждый раз при деплойе. Логирование, какое используем логирование? Это грелок, это софт, у него есть даже веб-версия, то есть можно в сервис посылать свои сообщения, затем через веб-версию уже делать поиск по ним. Основанное на Elasticsearch, то есть это уже готовое бесплатное решение, можно посылать у него, то есть мы посылаем в формате PSR3, то есть в соответствии с стандартным PSR3 логик. Минуту пишется примерно 800 сообщений, и это на крыше. По всем проектам, если смотреть, то там получается 20 раз больше, чем у нас на крыше. То есть там очень много сообщений, то есть у нас вот эта система логирования единая для всех сервисов, для всех проектов. Очень удобно, когда что-то происходит не так, пишут в поддержку, что с таким-то объявлением что-то произошло, мы просто это лично подбиваем, например, в этот грелок, и уже там показано, что Юзи с ним сделал, что там произошло, когда платный услуг оказал, что там может какой-то exception произошел. Очень удобно. Также настроены уведомления, три аномально большого количества логов, то есть позволяет очень рано найти проблему, что там какой-то сервис отвалился, и сразу же в этот грелок начинают засыпаться exception, и сразу на почту получаешь сообщение, что там у тебя пресечу сообщений, надо срочно зайти посмотреть. Бывали случаи, что помогало очень. Переезд. Переезд очень долгий процесс, печальный, он продолжается до сих пор, даже несмотря на то, что уже почти вся, ну не почти вся, но очень много было переделано, все равно еще очень много всего нужно переделать. Например, в админке есть места, которые лучше не трогать, потому что переписывание их почти ничего не даст. Там оно как бы, это такая сбоку вещь, которая куда-то бы и не положила, она все равно будет криво вылететь. Так сказать. Стараемся не попасть под эффект второй системы, кто знаком с этим термином, кто не знаком, можно сказать, что когда делается вторая система какая-то, вот у нас на данный момент была первая система, мы сейчас делаем вторую систему, есть соблазн добавить туда множество плюшек, которые ты хотел добавить при поддержке первой версии. Вот в этом случае можно попасть в опкам и затянуть очень сильно со второй системы, потому что ты будешь ее все равно цело наворачивать, наворачивать, будут возникать еще новые баги, новые проблемы, и в итоге это все просто сроки удлиняются в сотни раз. Поэтому стараемся сначала воспроизвести предыдущую систему, а затем уже добавлять новые фичи. Здесь представлено таймлайн, каких технологий были изобретены, в какое время. Здесь мы видим, что крыша начиналась писаться примерно в 2005-2006 годах, назовется информборгом первым, затем у нее были обновления, то есть мы начали ее поддерживать в 2011 году, старую крышу, она была уже на PHP 5.3, за инфраинборг первый до сих пор, потом мы обновили до 1.12, PHP 4 тоже сделали, обновили бэкэнд. И уже в 2014 году начали заниматься второй крышей, крышной нормой. То есть мы видим, что на тот момент PHP 5.6, Falcon 1.3, это были сочные новые технологии, но сейчас уже время прошло, 2 года, получается даже 3 года, и уже нужно перегружать на более новую версию. То есть как бы и не печально было, но крыша же устаревает, и вот себя нужно поддерживать, ну как и все остальные проекты. Надо тратить время на обновления. Ну и под конец немного попастаюсь нашей производительностью, то есть с какой скоростью, с какой частотой запросов мы имеем дело, с какой частотой ответа, с какой скоростью ответа. То есть слева, справа мы видим количество запросов, здесь максимальное значение для 12 тысяч, слева время ответа. Этот голубенький график проекцируется на эту шкалу, вот эти два на эту. То есть мы видим, что при пиках, например, вот здесь пик, мы имеем самый максимальный ответ, это 400 миллисекунд, средний ответ это 200 миллисекунд, ну 250, что достаточно мне кажется неплохо. Это то же самое, то есть это были страницы поиска, если вы можете заметить front-end search action, это именно дистопные версии страницы поиска. То есть все, что не объявление. Это мобильная версия, такой же график. То есть мы видим, что юзеры начинают пользоваться мобильной версией, вот в пик у них 10 часов, то есть они, получается, приезжают с работы и уже там дома на диване лежа начинают цепать квартиру, наверное, или что-нибудь еще. Днем, а на мобильной, на дистопной версии, то есть мы видим, что с 10 часов уже достаточно большая активность, то есть можно сказать, что люди, которые работают в конторах, в офисах, они пользуются дистопной версией, а уже непосредственно обычные юзеры, они пользуются мобильной версией. Можете следствовать. Это страницы непосредственно объявлений, ОШО. Здесь ситуация намного лучше, ответ еще быстрее. То есть в среднем ответе 150 миллисекунд, самый высокий 250. Что тоже может не радовать. Это мобильная версия страницы объявлений. Здесь еще все лучше, потому что в мобильной версии содержится меньше кода, меньше нужно рендерить, меньше исполнения, поэтому ответ здесь быстрее. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова